Великий народ, великой страны, обращаюсь к вам в этот важный напряженный момент. Перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий. Нас пугают Великой Войной, в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном увеличивают контингент вокруг наших границ. На дипломатическом пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте стремятся посеять панику среди нас, среди граждан Украины, среди инвесторов через средства массовой информации. Но наше государство сегодня сильно, как никогда. Это не первая угроза, с которой столкнулся сильный украинский народ. Два года назад мы, как и весь мир, растерянно смотрели в глаза пандемии, однако сплотились и четкими системными шагами ее практически победили. В это сложное время сильный украинский народ проявил свои лучшие качества – сплоченность и волю к победе. В отличие от пандемии, два года назад, сегодня мы четко понимаем все стоящие перед нами вызовы и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверены. Мы понимаем все риски ежедневно, мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащение и ее планы. Нам есть, что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши парни, девушки имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Вместе с армией на передовой защите наших интересов находится и наша украинская дипломатия. Нам удалось достичь дипломатической поддержки со стороны практически всех лидеров цивилизованного мира. Большинство из них либо уже посетили и поддержали нас, поддержали Украину, либо сделают это в ближайшее время. Сегодня все признают, что от Украины, нашей армии, зависит безопасность Европы и всего континента. Мы стремимся к миру и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. Мы уверены в наших вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика. Мы сформировали достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и нашу финансовую систему. Мы не оставим без внимания ни одной сферы, которая требует к государственной поддержке, как это уже произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством этого является стабильный курс национальной валюты и открытое небо. Важным фронтом защиты является объективное отражение событий отечественными средствами массовой информации. И сейчас я хочу обратиться именно к украинским нашим журналистам. Некоторым из вас иногда приходится выполнять задания собственников медиа. Большинство из них уже сбежали из собственной страны. Работайте на Украину, не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба Украины. А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался в Украине и с Украиной, а к тем, кто ее бросил в этот самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших грошах. Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и в свою страну, благодаря которым вы получили свои заводы и доходы. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина страны. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно родина, а для кого просто площадка для денег. Отдельно обращаюсь ко всем представителям государства, государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые оставили страну или планируют это в ближайшее время сделать. Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам на протяжении 24 часов вернуться на родину и стать плечом к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом. Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ я уже подписал. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленточки и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы ее выбаривать. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и защитниц и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не придадим их память. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Сегодня не просто день влюбленных, день влюбленных в Украину. Мы верим в собственные силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь, любовь к Украине. Единственной и неповторимой и любовь победит. Да, сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг темнота, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом. Любите Украину. Мы спокойные, мы сильные, мы вместе. Великий народ великой страны. Мы разом, великие народы великой страны.